Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Название этого региона переводится как страна гор. И действительно, исторически эта земля являлась Федерацией горских княжеств. В середине 19 века на военной службе здесь находились два русских офицера – родные братья. Младший впоследствии напишет свой знаменитый роман «Война о мире». Но это не наша история. Зато старший брат Николай Толстой опубликует вскоре цикл рассказов «Охота на Кавказе». Где содержатся такие строки? Горная охота – самая бедная, однообразная, неблагодарная и самая трудная. Подкараулить тура или лисицу, застрелить горную индейку, турача или горную курочку – вот верх удачи. А сколько трудов и опасностей соединено с этой охотой, где целый день надо лазить на лошади по скалам и пропастям, ночевать в горах, под навесом скалы или на дне пропасти. Несмотря на это, горцы почти все охотники. Удивительно, но все вышесказанное актуально и в наши дни. Что ж, мы продолжаем наш цикл «Год охотника» в горах Южного Дагестана. Дорогие друзья, мы перелистнули страницу календаря и оказались в охотничьем августе. Последний месяц лета. Интересно то, что август открывает нам длинный период, очень насыщенный период летних осенних охот. Начинается все, конечно же, с открытия охоты на водоплавающую дичь. Это целый праздник для любителей этой охоты. Это самая массовая, наверное, охота у нас во всех широтах. Также в августе открываются такие интересные охоты, как охота на овсах, на медведя. И еще в горах, в некоторых местах открывается увлекательнейшая, очень сложная, интересная и невероятно красивая охота на некоторые виды горных копытных. В частности, сейчас наша цель здесь, в Дагестане, это дагестанский тур. Так что, дорогие друзья, добро пожаловать в охотничий август. Наверное, август это самый прекрасный охотничий месяц. Еще лето, тепло и солнечно, цветут цветы, обильные росы, туманы по утрам, созревающий урожай. А охот открылось уже столько, что успевает только выбирать. Именно август служит отправной точкой для охоты не только на болотно-луговую, но и на водоплавающую боровую дичь с подружейными собаками. Примерно с середины августа, а точнее со второй, третий или четвертый суббот, открывается охота на водоплавающую, болотно-луговую, боровую и степную пернатую дичь. Это утки, тетерев, рябчик, глухарь, голубь, куропатки, перепел. И это только охота по пернатой дичи почти на всей территории нашей страны. Горная дичь, это кеклик и улар, тоже открывается со второй субботы. С четвертой субботы августа открывается охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь в северной части нашей страны. С 1 августа открывается охота на дикого северного оленя, широчайший ареал обитания, на овцы быка, на серну, на дагестанского тура, на сибирского горного козла, на снежного барана, а с 25 августа на сибирскую косулю. 1 августа открывается охота на бурого медведя. С середины августа открывается охота на бурсука, а также продолжается охота на кабана, там, где он еще доступен. Также все еще возможна охота на крота и сурка, если последний не залег в долгую спячку в связи с отсутствием корма. Разумеется, год от года ситуация меняется, но в среднем дело обстоит именно так. А что было сто с лишним лет назад? Давайте заглянем в охотничий календарь Сабанеева. Начинаем загибать пальцы. Осенняя охота с легавой на тетеревей. Охота на выводки белых круапаток. Охота на выводки серых круапаток. Охота на фазан. Охота на перепелов. Далее ушедшие от нас охоты. Стрельба дров с подхода и подъезда. Наганивание дров на многих охотников. Наганивание дров на одного охотника. Стрельба стрепетов с подхода. Далее доступны и ныне. Охота на бекаса. Осенняя тяга вальшников. Стрельба пролетных дупелей. И в наше время, возможно, в южных районах и вполне успешно. Стрельба уток на перелетах. Но это как было, так и осталось. Стрельба медведей на овсах. В этом месяце начинается эта популярная в наши дни охота. Облава на волков. Ружейная охота на волков с гончими. Давайте подумаем. Почему в прошлом дрофа, стрепет, были обычными охотничьими видами. А теперь стали постоянными персонажами Красной книги. Дело в том, что эти птицы обитатели обширных степных участков Европы и Азии. Но именно эти территории в 20 веке подверглись наибольшему антропогенному воздействию. Сначала выпуск скота, затем посев хлеба и, наконец, застройка городами и коттеджными поселками. В результате этих манипуляций многие степные виды птиц, это как раз касается дрофа и стрепета, оказались под угрозой исчезновения. Ну а в общем и целом традиционные для Сабанеевской поры охоты сохранились и в наши дни. И это хорошо. Спустя более полувека после Сабанеева, в книге «Календарь охоты» под редакцией Дементьева, читая, мы находим следующую информацию. Охота на все виды некопытных млекопитающих запрещена. Даже на лесу. Ну, за исключением постоянно открытых для добычи медведя и волка. Но именно в августе начинается традиционная и ожидаемая многими охота на медведя на овсах с лобаза, вышки или с подхода. Но и в том же месяце начиналась когда-то охота и на все виды пернатой дичи. Как с собакой, так и без нее. С августа начинается охота на самцов горных копытных, туров и сен. С оговоркой, если она разрешена. Ну, а в наше время такая охота разрешена без оговорок. Так что пора в путь дорогу. А она дорога обещает быть дальней. Ибо я направляюсь на Кавказ. Итак, меня ожидала охота в горах Южного Дагестана. Для того, чтобы испытать как можно больше приключений, я решил добраться до места охоты не на самолете, а на автомобиле. Через все южные регионы России. Сначала это была лесная зона, которая с продвижением на юг постепенно превратилась в лесостепь. За Волгоградской областью началась Калмыкия. Тут сплошные степи. И так почти до Каспия. Здесь потихоньку стали подниматься предборья Кавказских гор. Надо сказать, что все это время дорога была вполне приличная. За исключением последнего участка. От села Ахты до поселения Хнов. Эти последние 30 с небольшим километров дорога идет вдоль ущелья. Местами чрезвычайно узкая. Такая, что неумеючи вряд ли разъедутся два автомобиля. В итоге мы добрались. По приезду на место меня ожидала пристрелка. У меня была дилемма. Взять с собой в горы легкий титановый прицел, довольно точный, прибитый на 200 метров, но не очень честный на кликах. Так что стрелять пришлось бы выносом. Или именитый, в два раза тяжелее прицел, о котором я все досконально знаю, вплоть до последнего клика. И могу уверенно стрелять на полкилометра. В итоге я предпочел тот, что полегче. Выбор именно этого прицела на карабине был оправдан уверениями принимающей стороны, что далее 300 метров стрелять не придется. А вот ходить по горам и таскать лишний вес неразумно. Надо посмотреть. Результаты стрельбы хорошие. Мы попали в мишени. Достаточно удачно, достаточно хорошо. Наверное, я не буду менять этот прицел. Легкий прицел на более тяжелый Night Force. Хотя он и точнее, и дальнобойнее, и лучше вообще во всех отношениях. И там куча всяких возможностей. Я оставлю этот, потому что на 200 метров у меня стреляет чуть хуже, чем одна Муа. Сейчас стрельнул с непривычки пока, я думаю. Сейчас простреляемся, должно быть получше. В цикле рассказов охоты на Кавказе Николай Толстой писал. Охота составляет одно из любимейших занятий кавказских жителей. Но для азиатца, который половину своей жизни проводит верхом, первое необходимое условие этой охоты – конь. Охота для него – один из видов наездничества. Род молодчества, джигитства. Охотится ли кавказец за птицей, с ястребом или соколом, с борзыми или с ружьем за крупным зверем – он всегда верхом. Сегодня конный транспорт везде заменен автомобилями. Но с дорогами в горах все по-прежнему плохо. Немногим лучше, чем во времена Толстого. Так что использование лошадей по-прежнему актуально. Но и то только до определенного момента. На лошадях нам предстоит путь до базового лагеря. А к местам обитания туров, скорее всего, придется добираться пешком. Так решили организаторы охоты. Местные лошади чрезвычайно выносливые. Некрупные, негабаритные. Это понятно. Рослые крупные лошади было бы не так удобно передвигаться по узким горным тропам. Однако при своих скромных размерах лошади эти спокойно несут вес до 120 килограммов. Забавно, что нашу процессию дополняют молодые же ребята, которые вынуждены были прогуляться с нами. Так сказать, за компанией. Итак, дорогие друзья, мы поднялись на высоту 2310 метров. Давление здесь 775 мегапаскаль. Температура порядка 18 градусов. Прекрасные лошади. Мы добирались сюда примерно где-то часа три. И вот там, на самой вершине, мы видели туров. Несколько туров, таких хороших самцов. Добиваться туда где-то, по прикидкам наших проводников, где-то 2,5-3 часа. И делать мы это будем завтра утром. Не знаю, сдюжили ли я, потому что буквально только-только прибыл сюда, как бы с равнины, с равнинных мест и не совсем оклемался. Но надеюсь, завтра уже будет лучше. На утро разведка доложила, что небольшая группа туров появилась на противоположном склоне. Днем они будут прятаться от палящего солнца и самое время охотникам выходить в обед, чтобы подойти на выстрел ближе к вечеру. В то самое время, когда эти полороги скрываются от солнца, мы вынуждены идти, изнемогая от жары. Лошади тут бесполезны, так как подъем очень крутой и происходит не по каким-то тропкам, а просто в гору Паскальнику. Было довольно тяжело, жарко. Когда мы вышли на ту сторону склона, который обдувался ветром, я почувствовал себя как бы под кондиционером. И так мы шли в гору, периодически останавливаясь, чтобы охладиться порывами ветра. КОНЕЦ Примерно через 2 часа изнурительного подъема мы поднялись на 200 метров выше нашего лагеря. Воды у нас было минимум, лишний вес. Пить хотелось. А внизу журчала река с прохладной водой. Эх. Солнце постепенно накалило все вокруг до 30 с лишним градусов. Туры стояли на гребне. Это было не кстати, потому что таким образом они могли преотлично видеть наш подъем, хотя мы и старались держаться теневой стороны склона. В итоге, как мы и опасались, они нас заметили и рванули с места. Стрелять было бессмысленно. Дорогие коллеги-охотники, охота – штука такая. Это не магазин. Вот мы сейчас преодолели приличную дистанцию, где-то, наверное, если по горизонту разложить, километра 3 в гору, да, а так по высоте метров 500. Мы сейчас находимся на высоте 2780 метров, почти 2800. От нашего лагеря 500 метров, значит, поделись на 500 метров всего-навсего за 5 часов. То есть 100 метров мы поднимались, час 100 метров. Скорость была подъема. Плюс ко всему прочему, в самом конце у нас был экшен. И туры были. Мы их заметили. Они, правда, заметили нас тоже. Поэтому здесь продефилировали достаточно быстро. Так что я тут немножко повалялся в грязи, покрутился с карабином, пытаясь вычислить, сразу все поймать, понять дистанцию и все прочее. Но понял, что стрелять в такой ситуации просто нельзя. Это равносильно промаху гарантированному. Итак, первая попытка обернулась неудачей. Мы, разумеется, проанализировали события и сделали свои выводы. А именно, восхождение под палящим солнцем сильно замедляет движение. К нужному месту поднимаешься уже из последних сил. И велик шанс, что можно опоздать. Животные уже покинут места отдыха и стронутся к местам ночевок. А заодно и заметят охотника. Сегодня мы попытаем счастье в другом месте, где, как заверил меня наш проводник Эльсон, подход будет происходить под прикрытием леса. Мы заметили животных на склоне напротив. Укрывшись в зарослях, мы постараемся хорошенько рассмотреть их. Животных было совсем немного. Хорошо видна была самка. Молодой самец был в кустах. Слушай, ну я по-моему вижу его. Я вижу, правда. Сейчас. Я не вижу. Вот они сейчас в кустах два. В кусты спрятались. Вот который выше, это молодой самец. Сейчас выглянул самец. Вот у него голова. Вот сейчас этот самец пошел. Вот это идет самка. Животные находились очень далеко и периодически исчезали под прикрытием кустов. Так что было довольно сложно определить их половую принадлежность и трофейные качества. Это не то. Это теленок, самка с теленком. Это самка с теленком. Да я понял, правильно? Да. Сколько расстояние? 570 метров. Стрелять очень неудобно. Я бы не потерял опять ей. Не просто было уследить за ними в прицел на дистанции около 600 метров. Признаться, я был не готов стрелять на такую дистанцию. Да еще из моей не особо удобной позиции. Причем меня смущала вовсе не дистанция, а то, что используя этот мой прицел и стреляя выносом, я могу банально промахнуться и сделать подранка. В какую сторону ведут? Влево-вправо? В правую. В нашу сторону, да? Животные все время перемещались. Что надо ждать? В итоге я не стал стрелять. Слишком далеко. Нет надежного упора для карабина. Картинка в оптике скачет непредсказуемо. Животные движутся. А я сижу в совершенно странной позиции. Чувствую, как миллиметр за миллиметром и, несмотря на то, что упираюсь, все же скатываюсь вниз. Стрелять наобум не хотелось. Выстрел должен быть точным и выверенным. Нам подранки не нужны. Уж лучше просто ретироваться без выстрела. Несмотря на затраченные усилия. На этот раз мы с Льсоном отправились вдвоем. День выдался не такой жаркий. Мы пошли задолго до полудня. Как и стоило делать с самого начала. В оправдание у строителей мохоты можно сказать, что туров сейчас здесь немного. В основном из-за браконьеров. Но Льсон старается. Выкупает все лицензии, положенные на его участок. Только вчера в ущелье мы видели следы двух человек. Следы вели к Солончаку, на которые постоянно ходят туры. Ясно, что люди здесь вряд ли гуляют по горам ради удовольствия. Это однозначно были следы браконьеров. Кстати, на рынках крупных городов Дагестана, в Махачкале, Дербенте, Избирбаше, продается мясо диких туров. Ясно, что оно добыто браконьерским путем. А браконьерам все равно кого убивать. Самку, молодую особь или трофейного самца. Главное то, что востребовано на рынке. А это мясо. Да и оружие у браконьеров такое, чтобы накрывать площадями. А вот во что-то попадут. Группа туров говорила и то, что двигались мы под прикрытием зарослей. По солнцу, в теневой стороне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну все, дело сделано. Теперь труднейшее. Достать трофей из ущелья. Честно скажу, у меня не было сил идти за ним. Трофеев здесь немного. И несмотря на это, ребята стараются. Спасибо им, что вытащили мой трофей. Конечно, кейп это более праздничный. Кейп это красивый, когда кейп на стене. Но кейп это хорош для тех, кто путешествует на самолетах. Быстро отсюда вылетает, улетает, привозит, отдает тексидермисту. В моем случае, когда я еду на автомобиле, шансов никаких. Дорога дальняя. Поэтому, конечно, оптимальный вариант для меня вывести отсюда трофей, это выварить череп. Чем, собственно говоря, мы сейчас и занимаемся с Эльсоном. Вывариваем. Мне интересно задать Эльсону такой вопрос. По поводу возраста этого тура. Интересно, видите, у него какие сбитые концы здесь. Это говорит о том, что он очень старый. Так, ну. Очень старый тур. Возраст тура определяется по этим кольцам, которые у него есть на роге. На каждой роге отдельно. Вот, получается, у него раз, два, три года здесь. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, где-то еще может быть здесь еще. Паре годиков. Ну, где-то вот тринадцать-пятнадцать лет. Очень старый тур. Здесь обломано. Да, обломано, да. Здесь, если было бы они с кончиком, форма должна была идти вот так и еще чуть наверх. А почему они так ломаются? Насколько я знаю, они, когда воскальник переходит, как-то цепляются, по-моему, вот этим кончиком. Итак, дорогие друзья, апофеоз охоты, добытый трофей. Конечно, трофей-то здорово очень. Есть у нас даже целое направление охотников-трофейщиков. Да, но также я хочу сказать, что у тура невероятно вкусное мясо. Вот, это тоже трофей. Но, к сожалению, этот трофей я вывезти не смогу, потому что до дома, до Москвы я его не довезу на машине. Тем не менее, охота завершилась. Охота была сложной. Она продолжалась три дня. Для этого пришлось полазить по горам. Хочу сказать, что это очень непросто. И если вы не залетаете наверх на вертолете, и потом не спускаетесь вниз на лошадях, то это достаточно сложно. Базовый лагерь, подъем вверх, даже на 200-300 метров, это тяжелейший удар для неподготовленного городского охотника. И вот представьте себе, что у меня был такой период, когда мне пришлось сидеть за компьютером, работать, писать тексты. И вдруг я оказался в горах на охоте на высоте 2500 метров. И потом поднялся еще до 500 в этот же день. И, конечно же, я чуть, как говорится, не склеил ласты. Слава богу, все обошлось, все осталось позади. Я пришел в себя, клемался, еще несколько выходов, и в итоге трофей был добыт. Ну что ж, дорогие друзья, а мы закрываем очередную страницу охотничьего календаря и увидимся в охотничьем сентябре. С вами был Сергей Астахов. Вы смотрели программу «Год охотника». «Год охотника» «Год охотника»